Фармакологическое действие. Является нестероидным противовоспалительным препаратом. Обладает обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим эффектом. Показания. Качество симптоматического средства для облегчения боли в горле при инфекционно-воспалительных заболеваниях в верхних дыхательных путей. Способ применения и дозы. Внимательно прочтите инструкции перед применением препарата. Для местного применения. Только для кратковременного применения. Взрослые и дети старше 12 лет одну дозу препарата, 3 нажатия на дозатор, распылять по задней стенке ротоглотки каждые 3-6 часов. Не более 5 доз в течение 24 часов. Продолжительность курса терапии не более 3 дней. Не вдыхать при распылении. Перед первым применением препарата необходимо сделать не менее 4 нажатий на дозатор в противоположную от себя сторону до появления равномерного распыления. Перед каждым последующим применением необходимо сделать не менее 1 нажатия на дозатор в противоположную от себя сторону до появления равномерного распыления. Противопоказания. Повышенная чувствительность к фолбипрофену или любому из компонентов препарата. Наличие в анамнезе реакции гиперчувствительности. Бронхиальная астма. Броскоспазм. Ринит. Отек квинки. Крапивница. Рецидивирующий полипоз носа или околоносовых пазов. В ответ на применение ацетилсалициловой кислоты или других нестеродных противовоспалительных препаратов. Эрозивно-язвенные заболевания органов желудочно-кишечного тракта, в том числе Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Язвенное кровотечение в активной фазе или в анамнезе. Два или более подтвержденных эпизода язвенной болезни или язвенного кровотечения. Кровотечение или перфорация язвы желудочно-кишечного тракта. Язвенный колит. Геморрагические и гемопоэтические нарушения в анамнезе, провоцированные применением нестеродных противовоспалительных препаратов. Беременность. Третье триместр. Период грудного скармливания. Детский возраст до 12 лет. Тяжелая печеночная недостаточность или заболевание печени в активной фазе. Почечная недостаточность тяжелой степени тяжести. Декомпенсированная сердечная недостаточность. Период после аортокоронарного шунтирования. Подтвержденная гиперкалиемия. Гемофилия и другие нарушения свертываемости крови. В том числе гиперкоагуляция. Деморрагические диатезы. Применение при беременности и кормление грудью. Противопоказано применение препарата в третьем триместре беременности. Следует избегать применения флорбипрофена во первых и вторых триместрах беременности. При необходимости применения препарата следует проконсультироваться с врачом. Имеются данные о том, что флорбипрофен может проникать в грудное молоко без каких-либо отрицательных последствий для здоровья ребенка. Однако, из-за возможных побочных эффектов применение препарата в период грудного скармливания не рекомендуется. Особое указание. Рекомендуется принимать препарат максимально возможным коротким курсом и в минимально эффективной дозе, необходимой для устранения симптомов. При появлении симптомов в гастропазии показан тщательный контроль. Пациентам с почечной или печеночной недостаточностью, а также пожилым пациентам и пациентам, принимающим диуретики, необходимо проконсультироваться с врачом перед применением препарата, поскольку существует риск ухудшения функционального состояния почек. При кратковременном применении препарата риск является незначительным. Лекарственное взаимодействие. Следует избегать кратковременного применения препарата со следующими лекарственными средствами. Ацетилсалициловая кислота. За исключением низких доз ацетилсалициловой кислоты, не более 75 мг в сутки, назначенных врачом, поскольку совместное применение может повысить риск возникновения побочных эффектов. Другие нестероидно-противовоспалительные препараты, в том числе ибупрофен, бесселективные ингибидеры, целоксигеназы, следует избегать одновременного применения двух и более препаратов из группы нестероидных противовоспалительных препаратов из-за возможного увеличения риска возникновения побочных эффектов. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 30 градусов. Не хранить в холодильнике. Не замораживать. Хранить недоступно для детей месте. Срок годности 2 года.